Здравствуйте, уважаемые коллеги, предприниматели. С вами консультант решения ВРНРФ Сергей Маслёхин. Название сайта, но в принципе можно его... Оно еще есть в левом нижнем уголочке экрана. Название сайта, но под видео будет прямая ссылка, по которой можно будет ознакомиться с данной презентацией, с материалами нашего сегодняшнего разговора, а также для тех, кто захочет сам почитать и углубиться в вопрос, потому что вопросов здесь на самом деле очень много. Будут ссылки на страницы, в которых раскрыты отдельные вопросы по программному обеспечению, по электронной аппаратуре, по программно-аппаратным комплексам, по льготам, по грантам, по специфике оформления интеллектуальной собственности, объектов и так далее. Здесь мы с консультантами набросали матрицу, то есть примерно как, на наш взгляд, выглядит дорожная карта, в финале которой различные преференции, то бишь гранты, субсидии на разработку или внедрение отечественных решений в сфере электроники, программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов, отсрочки, от мобилизации, налоговые льготы, льготные ипотеки и так далее. Соответственно, это довольно длинный путь по дорожной карте. Соответственно, он касается не только команды, не только юридического лица, то есть структуры, от имени которой осуществляется, но касается и продуктовой линейки, то есть с чем конкретно работает, с какими отечественными продуктами, IT-решением и электроникой работает компания, как, собственно говоря, в какие реестры надо попасть, какие аккредитации надо пройти, какой внутренний учет надо наладить, соответственно, как надо зарегистрировать свой продукт и не только в реестрах, но и в качестве правообладания в объекта мультивальной собственности, чтобы, соответственно, пройти вот этот непростой путь и получить максимальный набор льгот, преференций, грантов. Под максимальным преферентом мы считаем получение максимального набора налоговых льгот, пониженная ставка по страховым взносам, по налогу на прибыль, по НДС, соответственно, льготные ипотеки, отсрочка от призыва частичной мобилизации, в том числе для категории IT-специалистов, гранты, субсидии на разработку программного продукта или программно-аппаратного комплекса с нуля, на доработку, это с точки зрения того, кто является правообладателем IT-решения, разработчиком, конструктором, инженером, на внедрение отечественного программного решения у себя, это для тех, кто является заказчиком и так далее, и так далее, и какие вещи надо соблюсти. Так вот, чтобы получить вот этот максимальный набор преференций, надо будет пойти по одной из веток, ну вот, то есть, например, да, эта ветка про программно-аппаратным комплексом и ПО, вот эта ветка по электронике и аппаратно-программным комплексом, да, то есть и в конечном итоге они, вот видите, все равно сводятся в какой-то степени к льготам, ну, например, по электронике льгот, например, поменьше, но отсрочка от мобилизации тоже есть, да, отсрочки от призыва, например, нет, есть только для айтишников, но я думаю, в дальнейшем появится. Льготная ипотека IT-специалистам по линии IT-компании есть, по линии компании электроники, например, пока, скажем, не знаю, вот, но тем не менее появится. Так вот, значит, каков, собственно говоря, кратко, если путь, как только в компании начинаются какие-то неокры, под неокрами следует понимать разработку какого-либо продукта и формирование затрат на этот продукт, зарплаты, аренды, покупки каких-то активов, там, я не знаю, привлечения сторонних специалистов, да, то есть компания должна наладить, во-первых, проектный учет, отдельный учет по проекту, если она собирается в дальнейшем получать какие-то гранты, к примеру, да, или налоговые льготы, там, не как IT-компания, да, а по какому-то проекту, а уж если субсидию, грант, то тем более. У него должен быть налажен проектный учет однозначно. То есть внедрением этого проектного учета занимается, как вы видите, вот зеленый прямоугольничек, занимаются у нас специалисты-юристы, занимаются у нас бухгалтера, которые по раздельному учету, по налогам и так далее. Вот, условием получения гранта и субсидии очень часто во всех грантодателях, будь то фонды, министерства, является видельнее раздельного учета. Смета по проекту за отраты вне сметы. А также внутри сметы, грантовые средства и средства софинансирования. Вот постановкой вот этого раздельного учета тоже у нас, как видите, занимаются специалисты учетные и юристы, да. Вот, не говоря уже о том, что технический персонал, технические специалисты, айтишники дают раскладку затрат так называемого КТУ. То есть сколько времени или там доля трудозатрат занимался, да, разработкой данного продукта, там, по смете от специалистов. Дальше. Это касается, причем, зеленая универсальная, она касается и программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов, и касается электроники, да. Вот, как только появился какой-то результат интеллектуальной деятельности, и его можно оформить как объект интеллектуальной собственности, то есть зарегистрировать продукт, мы имеем дело в юридической подоплеке, ну и, в принципе, с бухгалтерской, технической, с Роспатентом, с ФИПСом, Федеральным институтом патентной стоимости, да. Соответственно, это режим ноу-хау в компании, это свидетельство на программу, на ЭВМ или базу данных, это если мы по электронике, да. Это свидетельство на топологию интегральной микросхемы, это патент полезной модели промышленной образеца и так далее, и так далее. Это если мы идем сейчас по ветке уже электроники. Вот, соответственно, на данном этапе тоже самого нуля со стартапа, и в качестве продолжения могут быть гранты и субсидии. Они касаются любого продукта на любой стадии его зарождения, да. Вот, соответственно, как только продукт, например, разработан, да, он ставится в соответствии, он получается соответствующее свидетельство, подтверждающее право, а также этот продукт, то есть электроника или телекоммуникационные изделия, компонентная база, радиоэлектронные изделия или ПО, софт, попадают в соответствующие реестры. Пока их ведут разные министерства, Минцифры и Минпром, да. Но вообще, кто следит за темой, знает, что эти реестры будут в дальнейшем объединяться. Так, теперь, значит, сама компания, ну, скажем так, условно, независимо от продуктовой линейки, которой она занимается, подлежит, допустим, регистрации в определенных реестрах. Реестр IT-компаний, как вы знаете, ведет Минцифры, реестр дизайн-центров электроники, которые разрабатывают электронику, проектировщики, назовем ее, да, ведет Минпром. Также Минпром ведет реестр отечественных производителей электроники, ну, то есть те, кто физически делает, монтирует, допустим, да, распаивает электронику на печатной плате, к примеру, да, или там делает любую другую схемотехнику. Вот. Соответственно, это реестр компаний, которые занимаются в этой сфере, да, то есть их ведет. И обратите внимание, сейчас вот эти вот веточки не или, как бы, да, а последовательно, без регистрации, скажем, софта и электроники в соответствующем реестре, данную компанию зарегистрировать как производителя, как разработчика не получится, да. Ну и вот, например, я здесь кратко уж публикую, да, не пишу проекты, не пишу постановление правительства, не говорю здесь про 719-е постановление правительства, да, о подтверждении производства отечественной продукции на территории Российской Федерации, да, про 878-е постановление не говорю, отечественная электроника и так далее. То есть, в принципе, кому захочется, может углубиться, вот, допустим, по линии электроники есть следующий слайд, да. Ну и, соответственно, я обещал под видео ссылки на страничку, где подробный перечень услуг, подробный перечень действий, которые надо произвести для того, чтобы добиться вот этого самого счастья. Вот по матрице кратко все. С вами был консультант решений Верной РФ Сергей Маслёхин. Обратите внимание, вот у нас есть три типа консультаций, три типа занятости по вопросам, три типа, скажем так, несколько категорий привлекаемых специалистов, где-то требуются инженеры-аналитики по электронике, где-то требуются инженеры-аналитики по софту, по программно-аппаратным комплексам, где-то требуются юристы по объектам интеллектуальной собственности, результатам интеллектуальной деятельности, да, где-то требуются баултера, консультант универсал. То есть в различных сочетаниях по вот этой матрице мы набрали компетенции и оказываем как разовые консультации для раскрытия отдельного какого-то вопросов или пачки вопросов, чтобы люди начали ориентироваться, А также сопровождение процесса любых аккредитаций, попадания в любые реестры, сопровождение процесса получения грантов, субсидий. Вы можете посмотреть на страничке посылка. Там посылки довольно серьезные цифры у нас уже есть в бэкграунте, в нашем портфолио. Содействие компаниям в получении льгот на серьезные суммы, содействие компаниям в получении грантов на серьезные суммы и так далее. Обращайтесь к профессионалам. Успехов вам в реализации ваших проектов. Всего доброго.